Привет, друзья! Снова с вами Саша в нашем легендарном магазинчике iCases. Был небольшой перерыв между роликами, но тем не менее мы до сих пор снимаем о важном, о главном и рассказываем вам про продукцию, которая собственно заслуживает вашего внимания. Я до сих пор хожу с айфоном стареньким, новой пятнашки у меня до сих пор нету, потому что она стоит для меня лично сейчас очень дорого. Я жду, когда цены немножечко упадут. При текущем курсе, я думаю, еще прогнозирую падение цены на 10-30 тысяч, в зависимости от разных моделей. Возможно, даже какие-то модели упадут на 40, потому что сейчас ажиотаж, телефонов мало, оптовых партий тоже мало и все стараются купить по тем деньгам, которые собственно представлены на рынке, а стоит они дорого. И вот собственно у нас чехлов много. Я хотел поделиться теми чехлами, которые заслуживают вашего уважения. Всегда заслужит вашего уважения и внимания оригинальный чехол компании Apple, хотя бы потому что они сегодня стоят 10 тысяч рублей. Что мы получаем за 10 тысяч рублей? Получаем мы чехол из переработанного когда-то там бывшего употребления материала. Что мне в нем нравится? Мне нравится, прежде всего, яблочко. Вот, но если бы здесь рукой яблочко закрыть, просто закрыть, то этот чехол не нравится, потому что сразу начинает выглядеть, как жалко какая-нибудь китайская безделушка. Стоимостью не больше 1000 рублей. Открываем яблочко, сразу 10 тысяч. Закрываем, 1000. Стоимость 1000 рублей, она даже завышена. Завышена, потому что здесь используются достаточно дорогие для Китая материалы. Во-первых, здесь стоит индукционная катушка с магнитом фирменная от компании Apple. Вот, что в ней фирменном, то что магнит стоит самый максимальный сильно по мощности. Вот, надежно будет крепиться любые паербанки, аксессуары к вашему смартфону. Сама тряпочка, она не износостойкая. За неделю она жирными руками, грязными руками превратится в германкин. Такой едкий, некрасивый и необрядный. Здесь останется от вашего чехла только вот этот прикольный бампер, который, собственно, его окружает. Да, он красивый, да, он изготовлен из специального покрытия, которое не скользит в руке. Да, здесь есть прикольные кнопочки, которые защищают ваши кнопки вашего смартфона. Ну, на этом все. Стоит он 10 тысяч? Ну, не стоит он 10 тысяч. Он должен стоить в районе 3-4 тысяч, не больше. И то только из-за того, что тут яблочко. Как только я яблочко закрываю, сразу цена падает. Я бы такой чехол себе не купил, потому что, во-первых, для меня 10 тысяч – это дорого. Через месяц этот чехол придется снова заменить на новый, потому что он достаточно быстро износится. Давайте посмотрим, что не износится так быстро и то, что берут люди сегодня в нашем магазине. Ролик будет большой, поэтому мотайте его по тем чехлам, которые вам понравятся. Итак, мой любимый чехол, не УАК, а мой сейчас любимый чехол из компании Юник. Юник из чехлы, они пользуются большим спросом, потому что у них силикон, запатентованная технология, которая препятствует преждевременному износу от жирных рук и, собственно, выгорания. То есть, он не так быстро пожелтеет, как Apple чехол, и не так быстро пожелтеет, как дешевый китайский чехол за 100 рублей. Это для женщин. Я хочу начать с него, потому что мне нравится, как сделана упаковка, мне нравится, как сделан сам чехол, и мне вообще нравятся чехлы с Максейфом. Я всегда уговариваю людей покупать чехлы только с Максейфом, потому что в будущем они начинают жалеть, что они сразу не потратились на Максейф, когда начинают пользоваться аксессуарами от сторонних компаний, которые поддерживают тот самый Максейф. Например, это паэрбанки, это у нас беспроводные зарядки, держатели и автомобильные держатели. Вот так это все дело выглядит. Здесь, собственно, надпись фирменная, built-in magnetic ring, фирменное кольцо, кнопочки все те же самые защищены. Необычно смотрится, сам магнит спрятан под чехол, и если, например, под определенным углом смотреть, его вообще не видно. Этот чехол для тех, кто не хочет показывать кружок. То есть, есть люди, которые приходят и говорят, слушай, мне этот кружок бесит, только ради него я не хочу брать эти чехлы. Так это довольно всем магнитом, но как бы вот. Это как раз чехол, кто хочет прозрачный, и тот, кто не хочет с Максейфом, чтобы его просто не было видно. Вот под углом смотришь, его уже не видно, но здесь будут прилипать все аксессуары, поддерживаемые Максейф, как родные, как на оригинальном чехле. Потому что компания Unique не скупилась на материалах, не экономит, запатентовывает свои фирменные технологии, отливает чехлы так, что они, собственно, подлежат более длительному износу, нежели чем дешевые аналоги. Кроме того, у них специальный вот этот по бокам амортизирующий бампер, вот видно по углам, да, в этих двух углах здесь при падении он амортизирует хорошо удар, и телефон не разобьется. Вот еще одна интересная моделька, тоже для женщин, у нее вот такой вот приятный радужный перелив, он прям переливается на свету, имеет оттенок, и внутри еще такие вот воздушные ребра. Эти ребра воздушные просто так, это дополнительная защита при падении. Когда кладем у нас айфон, внутри наполняется вот это вот пространство воздухом, и создается такая некая подушка амортизирующая, которая препятствует тому, что заднее стекло при большом падении из большого расстояния может лопнуть. Оно здесь не лопнет за счет вот этих вот как раз внутренних амортизирующих ребер. Здесь также у нас ребра вот здесь, а сверху их нету, к сожалению. Такая же ситуация с кнопками, только здесь почему-то они оставили вот эту кнопку открытой. Выглядит очень стильно, и девушкам будет приятно получить такой в подарок, либо же одеть на свою новую пятнашечку. Я сейчас начал собирать чехол в коробочку и заметил, что это у нас под айфон 15. А действительно под айфон 15 у нас там нет универсальной кнопки, там до сих пор старый рычажочек подключения громкости, поэтому она открыта. В обычном 15 Pro и Pro Max здесь будет собственно дополнительная кнопка стоять, не алюминиевая, просто силиконовая. Тот же самый бренд Unique, дочерняя компания их. Вот такой же чехол. Смотрите, как он выглядит. Просто божественно. То есть они вот эту вот белую окантовочку залили той же самой палитрой, что и сам чехол. Под разными углами он еще имеет другие совсем тона, но на женском аппарате, в женской руке вот это вот выглядит просто бомбически. А с учетом того, что у нас скоро предстоящие праздники будут, то вот просто рекомендую смотреть, как сделана упаковка, как сделан чехол. Коллекция ограниченная и она, к сожалению, очень быстро заканчивается. Хорошо, что аппаратов до сих пор мало в России. Поехали дальше. У нас еще появился бренд Свичизи в ассортименте. Он в том году полностью исчез, а сейчас мы его привезли в Россию, обойдя всяческие санкции. Это американский бренд, очень известный. Он в свое время появился и стал популярным в 2010 году. Они очень красиво делали чехлы необычные на iPhone 3G. Вот я тоже возьму с MagSafe. Я не буду распаковывать. Сделано необычно, с таким вот отливом. Они тоже стараются вот это вот кольцо зарядки всячески обыграть, как-то вот вписать в дизайн. У них единственная модель с MagSafe, а все остальные без. Но они сделаны тоже красиво как раз для девочек. Это не какой-то там китайский шарпотреб. Это именно брендованный американский бренд. Да, он делается тоже в Китае, но сделан из очень качественных материалов, гипоаллергенных, соблюдением всех технологий. Плюс вот это имеет значки, которые прошли всевозможные тестирования при падении удара. Запатентованный стандарт, который действительно вот они отдают при разработке чехол в компанию, который старается протестировать на устройстве при различных условиях эксплуатации. То есть падение с пяти метров, с трех метров, с двух, с одного и так далее. Вот они ставят, что тест прошел, значит милитари стандарт 810H. Дальше у нас они вот делают чехлы под мрамор, дальше у нас делают чехлы под цветочки и вот собственно такие вот нежные чехлы под всякие там звездочки. Это как раз женская коллекция чехлов. Для тех, кто не знает, что подарить своим милым дамам, приезжайте к нам в магазин, у нас это есть. Есть то, что выбрать, то есть чего выбрать. Вот тоже неплохой, красивый чехол. Много заказали, потому что они пользуются спросом. Как раз фиолетовые цвета еще в моде с 14 айфона, они до сих пор перекочевали и все текущие тренды. Вот кстати, среди вот этой вот коллекции у нас здесь красуется такой же чехол от компании Unique, про который я рассказывал до этого. Смотрите, как они здесь обыграли вот эту вот катушечку, то есть вот залили такой вот позолотый, нежно-розовый и смотрится это вот просто отпадно. Давайте уже перейдем к нашим дорогим мужчинам и то, что они убирают в этом сезоне, я вам сейчас продемонстрирую наглядно. Во-первых, у нас очень быстро закончилась серия кевларовая. Мы отказались от компании Питаки полностью, потому что Питака сильно царапала борта, вот и у нас были даже судебные тяжбы. Заканчивается тем, что Клин купил чехол, вот собственно, одел Питаку и некорректно снимал, а так как у него борт был острый, он просто поцарапал свои грани. Но мы говорим, что это вот все-таки не наша вина. И мы вот все вот свячески уходим от острых грани, чтобы все-таки люди, во-первых, помимо защиты телефона, имели еще и удобные условия эксплуатации своей. Вот здесь как раз то, что делает компания Apple, только с наработками компании Unique. С карбоновой вставочкой, то есть берется, значит, они как делают, создается, отливается корпус и вот эта вот карбоновая вставочка просто наклеивается на этот корпус. Да, не так красиво выглядит, как чехол компании Питака, но зато надежно, то есть для тех, кто хочет не только эстетичный вид иметь, но еще и бросать телефон. С Питакой, да, все хорошо, они просто тонкие, ну как тонкие, относительно тонкие, но для защиты они непригодны, а мы именно сейчас занимаемся защитой, потому что устройство в наше время стоит очень дорого. Вот этот чехол, вот собственно бампер, на который просто наклеена карбоновая вставка. Полноценный карбон и здесь еще внутрь вшито кольцо MagSafe. Очень приятный на ощупь, здесь они сделали отверстие для петельки, то есть сюда можно пройдет любую петлю и аккуратно через руку его носить в надежде, что не боятся, что он вместе с смартфоном упадет. Сделали кнопку, то есть не просто там силиконовая вставочка, а полноценная кнопочка. И причем, смотрите, как они обыграли вот это вот красиво, такой вот гранью. И здесь вот, смотрите, как алюминиевую вставку сделали под камеры. Это нужно для того, здесь специальный отступ, что когда вы кладете телефон уже с одетыми камерами, вот так, за счет этой вставки камеры, линзы не достают до поверхности. То есть положили на стол и на столе вот лежит вот это на этом ревре, но не на камеры, потому что есть чехлы, которые не соблюдают условия и линзы там затираются и изнашиваются преждевременно. Здесь вот они даже алюминиевое кольцо сделали так, чтобы вот это вот защищало при падении в вашу часть. От себя строго рекомендую чехол. Уже на Pro Max он закончился, то есть люди, которые вот это все видели, трогали, они, конечно, сравнивают это с оригинальным. И оригинальный, да, несмотря на то, что он хуже, он все равно дороже. Но те вот, вот эти вот ребра, они здесь прям один в один. Так, погнали дальше. Тренд этого года, значит, у нас натуральный титан, а также снова вернула компания Apple голубой цвет. Мне голубой цвет приелся. Он мне надоел в 12-м айфоне, он мне надоел в 13-м айфоне и в 15-м это самый дешевый из доступных вариантов цветов в розничной продаже. Тем не менее, компания Unique наштампала цветов. Если раньше у нас не было чехлов с MagSafe голубого цвета или синего, теперь они есть. Что нравится в этих чехлах? Та же самая у нас основа бампер, на который просто налепили дополнительно пластиковую часть. Пластиковая часть, она матовая, и вот это прям видно. Ты когда трогаешь, получаешь непревзойденные эмоции от того, что она матовая. Мало кто так делает, потому что люди стараются сэкономить и отлить полностью силиконный корпус без этих основ. А здесь мы имеем полностью силиконный корпус в виде бампера по краям, по периметру, а внутри вот эту пластиковую основу. Матовая нужна для того, чтобы она не скользила в руке. Она вот сейчас к моей руке прилипла, вот особенно когда она потненькая, она прям будет схвататься достаточно хорошо, и это у вас предотвратит преждевременное падение с какого-либо расстояния. А так все то же самое, как кевуаровый чехол, ну карбоновый. То же самое ребро, только здесь у нас оно не из алюминия, а из силикона. Меньше, чуть-чуть защиты, но незначительно. Многие спрашивают, такой же чехол, как от компании Apple, силиконовый. Есть у нас такой чехол, и он с MagSafe, потому что раньше компания Unique делала такие чехлы без MagSafe. Слава богу, что она от этой идеи отказалась. Это вот для тех полноценный аналог Apple с чехол, а так и кожу, как ее называют, веганская кожа. То есть вроде и не кожа, а вроде и кожа, и кожа. Веганская кожа, но это не кожа, это конечно зам. Пахнет точно не кожей. Да, он так и пишет, делан из премиальной веганской кожи. То есть для тех, кто не в курсе, веганская кожа на что, это не кожа, а обычная кожа зам. Смотрите внутри, какая бархатка сделана, ничем не хуже, чем у оригинального чехла. Я не просто так начал обзор с оригинального чехла, есть с чем сравнить. Apple здесь утопила колечко, здесь они все-таки его выделили. Раньше на оригинальных чехлах он также был выделен, вот это кольцо. Сейчас она в компании Apple утоплена. Для тех людей, которые не хотят видеть у себя вот это вот кольцо, оно здесь шито внутрь. Вот, но при этом все вот эти преимущества MagSafe вы получите в полной мере. Многие сейчас так, коробочку распаковываю, думаю, что же он там распаковывает, что же он хочет показать. А показать я хочу чехлы для карт. Это тоже самый Unique. И вот эти чехлы у нас стали актуальны с выходом, а наоборот, с уходом компании Apple и собственно Apple Pay, там Google PS нашего рынка. И люди сейчас вот за такими чехлами гонятся. Вот здесь есть не просто такой кармашек, да, вот есть такие силиконовые чехлы дешевые, там прям кармашек такой вставляешь, кармашек изнашивается. А здесь вот кладешь телефон, здесь стоял одну карту, другую. И вот собственно люди берут такие, с учетом того, что нету MagSafe, они вот хотят либо приложить, либо же карту-тройку засунуть, либо еще какую-то карту вниз и пользоваться вот такой вот вещью. То есть, да, казалось бы, нет MagSafe, смысл брать, а все равно хочется чем-то пожертвовать. Не будет такого, что будет и MagSafe, будет и карта, нет. Только вот так вот. Это как раз альтернатива, тому, что делает компания Apple, да, там, когда мы крепим на MagSafe кармашек и в этот кармашек кладем вот к оригинальному чехлу. Здесь вот как раз все объединили воедино, вот, и это не так стремно выглядит, это не так быстро изнашивается, как у других компаний. Просто имейте в виду, если вдруг у вас такого чехла нет, и у вас такая есть потребность, то эта модель имеется, и она имеется в линейке компании Unique. Вот еще, кстати, неплохой чехол, чехол трансформер, полезен тем, кто хочет получить подставку в виде чехла. Да, можно поставить в такое положение, это чехол оригами, можно поставить вдруг в такое положение и в такое, как рамку использовать. Удобно, плюс здесь у нас поддерживается еще и MagSafe. То есть взяли катушечку индукционно, положили, зарядили телефон, захотели, повесили на держатель, на холодильник. Тоже пользуется бешеной популярностью за счет того, что здесь не надо тратиться на подставку. Вот сейчас у компании Apple есть, значит, в 17 версии полчасы. Да, вот многие спрашивают, а дай мне подставку вы хотите? Ну, продайте мне подставочку. Зачем? Вот чехол купи, вот так вот на стол положи, и у тебя будет время на тумбочке спокойно показываться. Плюс ты не теряешься, ну, основное преимущество, ты остаешься с MagSafe. MagClick технология у них называется. И, собственно, на этой позитивной ноте мы закончим с компанией Unique. И что вы думаете, какой следующий чехол пользуется такой же бешеной популярностью, как и эти остальные? Тут оператор говорит УАК. Нет. И не МОФИ, но тоже начинается на букву М. Ну, МИМУМИ. Куда же без него родимого? Вот он, они поменяли упаковку на какую-то такую более китайскую. Раньше она была более простоватая, а сейчас она менее простоватая. Но на самом деле мне не нравится. Здесь есть специальная фирменная килограмма, потому что уже начали китайцы поделать МИМУМИ, то есть китайцы начали поделать китайцев. Здесь этот значок стираете и на сайте официально вводите. Написывает оригинальный МИМУМИ, который стоит дороже своего аналога. Мы все время рассказали про МИМУМИ. Это стал самым популярным чехлом вообще за всю историю продаваемых чехлов у России, потому что никто за рубежом наши ролики не смотрит. Это в свое время была компания АЗАКИ. Очень классный американский бренд, который выпускали самый тонкий чехол в мире. И, собственно, компания рассорилась. И компания МИМУМИ взяла, собственно, перекупила у них патенты на этот чехол и сейчас выпускает под своим брендом данный чехол. Здесь нету Максейфа, к сожалению. Он будет пропускать, но все будет отваливаться. Бесправная зарядка будет работать. Но здесь у нас есть защитные камеры. Во всех тех чехлах, которые я вам рассказывал до этого, вот эта область у нас открыта. То есть здесь у нас люди приходят, давайте сразу линдочки наклеим, давайте наклеим защиту. Не хочу, чтобы царапывалось все это дело. То здесь не клеить ничего не надо. Здесь вот прям все вот эти окантовочки остаются. Открытыми остаются линзы со своим сапфировым стеклом. Вот они будут царапаться, здесь уже ничего не наклеишь, но зато вот эта область, она полностью защищена. Защищены все кнопки. Здесь и здесь. И защищены динамики. Здесь же во всех остальных чехлах у нас вот это вот дырки. Вот отсюда лезет песок, здесь у нас лезет грязь, со временем царапается. И не поймем, во что превращается. Здесь все доведено до идеала, но нет Максейфа. Если они сделают что-то Максейф, это будет самый продаваемый чехол вообще в мире. Но они это не могут сделать, потому что он самый тонкий. Его некуда зашивать. Чехол покупают те, кто не любит чехлы. То есть обычно такие чехлы выбирают либо Питаку, тоже чехол для тех, кто не любит чехлы за 8 тысяч рублей. Либо же Мимуми за тысячу рублей. Вот. Но защищает Мимуми за тысячу рублей намного лучше, чем чехол за 8 тысяч рублей от компании Питака. Он не будет защищать как УАК, он не будет защищать как Юник. Это просто такой целлофан для вашего пульта. Телефон в целлофан, наклеить стекло и ходить довольными. Мы в свое время даже снимали ролик, называется «Бургер для айфон». Туда значит Мимуми, сверху стекло и получалось такой тоненький бургер. Вроде есть чехла, вроде нет. Дальше у нас идет фирменный бренд ГЕС. Многие скажут, что это подделка. Нет, у нас есть даже специальный сертификат, подтверждающий, что это полноценный настоящий ГЕС, который ушел из России. Красиво, стильно, дорого, богато. Но внимания тратить не надо. Как подарок можно использовать. Компания BMW. Оригинальный чехол. Даже есть серийный номер, который можно ввести на сайте Apple. И на сайте BMW будет написано, что это оригинальный чехол. Не знаю, актуально сейчас или нет. Но машина до сих пор у нас ездит. Вот прикольный чехол. Это как раз компания Clark. Ну, начальник компании Unit, значит, делает. Тоже хотел на него остановиться. Чуть про него не забыл. Это как раз чехол для девочек в красивой упаковке с функцией петли. Эти чехол давно вышли из моды. Но, тем не менее, всегда найдется кто-то, кто их ищет. И те, кто этот ролик посмотрят, они будут очень рады, что я про это рассказал. Вот, это у нас полноценный чехол с Максейфом. Мы про него уже рассказывали. От компании Unique кнопочки защищены. Красиво, стильно. Веганская кожа. Но здесь у нас есть еще и дополнительная петелька. Кладете, значит, телефон. Здесь у нас есть, значит, оттек для зарядки спокойно. Будет заряжаться и, собственно, карабином дальше защелкиваете. Эти чехолы сейчас, ну, такого плана популярны в Китае. То есть, многие носят телефон на шею. Можно регулировать, можно, собственно, совместить как-то с сумочкой. Либо же просто носить его как это. Многие ищут подобные чехлы, ищут очень качественные бренды, ищут с Максейфом, ищут из кожи. Но здесь нету кожи, здесь веганская кожа, высокого качества. Выглядит просто отпадно. Ну, в принципе, на этом можно и заканчивать наш ролик. Многие скажут, а как же УАГ? А УАГ, там, в принципе, в коллекции ничего нового не вышло. Да, то есть, они вот сделали вот такие бежевые чехлы с Максейфом под натуральный титан. Не совсем попали в цвет. Вот эта моделька пользуется спросом, с карбоновой вставкой. Брутальные чехлы. Всегда, собственно, их люди покупали, будут покупать. Стараются люди покупать только оригинал. Например, у нас. Потому что подделки есть. Подделки, значит, китайцы делают очень плохого качества. Все это обшелушивается, трескается, и не поймем, что происходит с ними. Покупать УАГ стали меньше, потому что люди немножко устали от веса, от тяжести. И понимают, что вот этот вот расстояние, которое компания УАГ заявляет в своих характеристиках, там, выдерживает падение с трех, с пяти метров, оно многим и не пригодится. Но, тем не менее, те, кто любит брутальный стиль, те, кто ценит надежность, они всегда возьмут УАГ и за ним все будут гнаться. Главное, посадитесь подделок. Вот, надеюсь, вам мой ролик понравился. Мой выбор очевиден. Я себе покупаю себе Муми на первое время, потом вообще хожу без чехов. Для тех, кто хочет использовать весь функционал айфона по максимуму, конечно, только с Максейфом чехлы. Те, кто хочет использовать в качестве еще дополнительной подставки, вот этот чехол от компании Юник с Максейфом будет прям незаменимым спутником их жизни. Вот такой вот обзор. Пишите, что вы думаете, нужно ли такие длительные ролики выпускать, не нужно или вообще надо выпускать ролики про какой-то один конкретный модельный ряд. Все, читаю, всех люблю, пока.